Продовольственная безопасность – одна из самых важных тем для государства. Чтобы не происходило в мире, наша республика всегда будет с хлевом на столе. Свой весомый вклад вносят аграрии. В Могилёвской области таких людей не счесть. На Дожинках в Славгороде чествуют передовиков. Среди лучших хозяйств известные стране сельхозпредприятия – газовик Сипакоба, рассвет имени Орловского, Заря и, конечно, гигант. Благодарность главы администрации президента объявляют директору Бобруйского филиала «Красный пищевик Агросервис» Михаилу Стрижевскому. Общий вес каравая Бобруйского района – 38 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, а весь на Молотом Могилёвской области свыше миллиона тонн при средней урожайности – больше 30 центеров с гектара. Это без учета кукурузы на зерно. В бункеры заложат на 325 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Ставку сделали на озимые культуры и не прогадали. На данном этапе мы, конечно, довольны тем результатом, что получили. Хотя потенциал Могилёвщины намного больше. И сегодня наши селяне понимают это и закладывают урожай будущего года. Надо убирать еще картошку, доубирать, капуста, морковка, вырос неплохой урожай, поднять зябь. То есть есть над чем трудиться. Каждый район представляет свои достижения, возможности и изделия. Здесь, конечно, и Бобруйск. Глава администрации президента и губернатор Могилёвской области лично знакомятся с успехами нашего города. Встречают Игоря Сергеенко и Анатолий Исаченко с искренними улыбками и национальным колоритом. Гостей угощают фирменными изделиями красного пищевика и выпечкой домочая. Сегодня мы приехали с экспозиции «Белорусская хата с хлебом». Вашему вниманию предоставлены караваи. От колоска до главного праздничного каравая. Угоститься предлагают всем. Можно попробовать новинки на дегустации, прикупить что-то для себя и близким в подарок. Продукция представлена на любой вкус и кошелек. Бобруйский комбинат хлебопродуктов привез новинку – коллекцию идеальных быстрых завтраков. Классическая овсяная каша с фруктовыми добавками. Сушен виноградом, черносливом и абрикосом. В составе нет соли и сахара, зато впрок витаминов. Казачий ансамбль «Вольница» с присущей искренностью поражает своими песнями. Громко и весело. Бобруйские колледжи тоже представляют свои труды. От изделий ручной работы с белорусским орнаментом до вкуснейших пряников с символом дожинок. Город по праву занимает заслуженное место в списке успехов области и всей страны. Многие бобруйские предприятия помогают нашим сельхозорганизациям убирать урожай. И действительно была привлечена техника и трудовые ресурсы. В общей коровой Могилевской области Бобруйщина взял достойный вклад. Без качественной техники и таких высоких показателей добиться невозможно. На фестивале и ярмарке свою продукцию демонстрируют лучшие производители. Трактор «Беларус» не один год доказывает преимущество на поле. Рядом передовые сельхозагрегаты «Бобруйска-Громаша» и «Бобруйск-Сельмаша». Отдельного внимания заслуживает пневматическая сейлка. Мы ее назвали «Березина-9000» в честь нашего города. Это сейлка на сегодняшний день ноу-хау, которая может работать с трактором 1221, 130 лошадиных сил и высевать до 70 гектар в час. Главные герои этого дня – люди. Только благодаря слаженной работе агрономов, механизаторов, комбайнеров, водителей и руководителей уборочная компания прошла успешно. Наша земля плодородная, а белорусы знают, как воспользоваться этим ценным ресурсом. С заботой и преданностью они обеспечат всех свежим хлебом на столе. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.